Сегодня о деньгах. Как вести учет своей пряжи и не сойти при этом с ума. Очень многие вязальщицы, даже те, кто вяжут просто для себя в качестве хобби, просто завалим целой кучей ниток, абсолютно не знают, что у них там хранится на полке или в коробке, а уж когда вяжем на заказ, то мы иногда совсем-совсем запутываемся в своих запасах и не знаем, как вообще с ними быть и разобраться. Рассмотрим очень простую табличку введения собственных запасов, которая нам, в принципе, всегда поможет быть в курсе. Первую графу мы впишем название пряжи. Это может быть название с этикетки или, например, если это стоковая бобина, вы не знаете, как она называется, в общем-то можно сюда вписать абсолютно любое название. Какое-нибудь, например, у меня есть такая пряжа, которую я называю серый пушок, потому что я понятия не имею, как она называется в реальности. В следующую графу мы вписываем, сколько у нас этой пряжи в граммах. То есть мы ее взвешиваем и выясняем, например, у меня ее 530 грамм. Следующую графу мы вписываем рублей за 1 грамм. Почему за 1 грамм? Потому что мы покупаем пряжу иногда весом моточки, иногда мотки у нас весят 25 грамм, иногда 50, иногда 100, иногда мы покупаем большую бобину. Поэтому есть смысл высчитывать стоимость за 1 грамм и не забывайте туда еще вписывать доставку, для того, чтобы понимать, сколько мы в реальности потратили на эту пряжу. То есть если мы ее заказывали с доставкой, не забывайте туда включать и стоимость доставки. Например, она у меня получилась для ровного счета 10 рублей за грамм. Отлично! Я вписала всю свою пряжу, которая у меня есть. Теперь я связала из нее джемпер. И я сюда же впишу этот джемпер. Даже если я его потом кому-то отдаю, дарю, продаю, пусть он у меня все равно будет в таблице, для того, чтобы я понимала движение моей пряжи. Потом можно сделать графу комментариев, в которой написать, что этот джемпер, например, продан, подарен, изношен до дыр, ну и так далее. Итак, сколько у нас получилось? Он у меня получился весом 200 грамм, например. Во-первых, я могу теперь точно сказать, сколько пряжи в деньгах я израсходовала на этот джемпер. Если у меня каждый грамм стоил 10 рублей, то я израсходовала 2000 рублей на то, чтобы связать этот джемпер. И я возвращаюсь к моей пряже. У меня ее количество изменилось, поэтому я удалю 530 из таблицы и впишу 330. Теперь у меня есть всего лишь 330 грамм этой пряжи и 200 грамм находятся в джемпере. Таким образом можно делать передвижение не только пряжи, но и пуговиц, ткани, клеевых. Вообще любых вещей, которые вы используете. Это очень удобно, потому что вы в любой момент, задумывая какой-то новый проект, вы можете зайти в эту таблицу, посмотреть, сколько и какой пряжи у вас есть. И плюс, сколько она стоит и стоит ли ее тратить на вот этот проект.